Воды нет и не будет, пока не заработает новая скважина. Ее местные власти пытались прорубить еще 4 года назад, но что-то пошло не так. Спохватились лишь после того, как эксперты нашли в местных водах уран. Колонки опечатали, старую скважину, питающую водопровод, перекрыли. Идут у нас работы по строительству новой насосной станции. Там, где у нас по химсоставу вода намного лучше, чем старая. Сейчас мы строим водопровод от новой станции до действующей сети. И параллельно районная администрация ведет переговоры с организацией в Екатеринбурге по вопросу водоподготовки. По словам главы Краснопольского сельсовета, без помощи республиканских властей им не справиться. Проект стоит слишком больших денег. А тем временем судебные приставы Хакасии уже грозят Олегу Султрекову уголовной ответственностью за ненадлежайшую работу водовозок из Саиногорска. Именно они должны доставлять в село гражданам ФАП, дом культуры, школу и детский сад драгоценную влагу. Впрочем, население не жалуется. С питьевой водой проблем нету. Хватает на питье. Привозят через день. Мы набираем воду. Вода питьевая хорошая. Мы очень довольны, честно говоря. Молодцы ребята. Привозят и мы довольны. Но один раз он привозит, но он стоит, пока не наберем. Пока мы не натаскаем, не стоят. Воду пытаются протянуть, вон там копают в саду. Говорят, что там лучше будет вода. Будем надеяться. Что касается здоровья, то медики продолжают внимательно следить за сельчанами. В Краснополии живут почти 600 человек. В начале апреля, когда история с грязной водой выплывала на поверхность, врачи начали выездные приемы. Если находят что-то серьезное, отправляют в республиканские медучреждения. Кстати, в Минздраве подчеркивают, чаще всего у местных диагностируют новообразование, сбой в работе кровообращения и эндокринной системы. Однако это никак не выбивается из общей картины по Хакасии в целом. Похожая ситуация и в других районах, где вода не отравлена. Полина Назарова, Андрей Доржу, РТС.